Поехали! Максим Бузинов только сейчас отыграл концерт «Даждь Содружества Презентации». Концерт называется. Вопрос такой. Скажи, зачем тебе это надо? Зачем ты участвуешь в этом концерте? Зачем вообще существует, как ты думаешь, «Даждь Движение»? Ну, здесь два вопроса, да? Зачем я участвую? Это мнение лично касается. Зачем я участвую в «Движении»? Насчет концертов, это, наверное, не только и вообще в целом. Как реализация каких-то моих внутренних позывов, которые невозможны. Которых я не могу удержать. Постоянно у меня где-то в голове они у меня таятся. Я их выкладываю на бумагу, на музыку какую-то. И музыка тоже постоянно какая-то, постепенно более рождается. И какую-то музыку я вожу на слова. То есть это помогает тебе здесь высказываться на эти концерты? Да, да. Это помогает, наверное, вот хочется что-то сказать и другого места, как концерты. Ну, были бы там какое-то другое место, не концерты там, не знаю, выйти на площадь, сыграть там или где угодно на улице, как уличный музыкант. То есть где угодно говорить, петь. И вот от этого я получаю удовольствие. И, в частности, даже в Содружестве я вот нашел такое место, где как раз, наверное, как мне кажется, у многих похожий такой же взгляд на свое творчество. То есть они тоже люди делятся какими-то своими внутренними, действительно настоящими переживаниями. И мне вот это очень близко. И, наверное, поэтому я участвую в данном движении, как некоторая такая близость вот этих взглядов. Потому что каждый не просто поет ради какой-то такой корыстной цели, там что-то заработать или просто ради каких-то, ну, таких вещей, наверное, может быть, ну, банальных. А все-таки люди стараются петь о более таких вещах. То есть в этом есть какое-то общение, правильно я понял? Общение между языками, близкими людьми. Общение, да. Для себя я вообще человек такой, не очень воспринимаю, как бы, другие мнения. Но в творчестве это намного проще. Ты, человек, тебе ненавязчиво доносит свои мысли, свои какие-то идеи, свои переживания. И для меня, как человека, который в беседе, дискуссии любит так, занимать такую позицию своего мнения, здесь вот это вот чужое творчество, оно совершенно беспрепятственно на меня входит. Я вот это все анализирую и мне это очень интересно. Как бы я получаю много информации о других людях, так бы как я не получил, просто общаясь. Хотя и в жизни, ну, жизни и общение тоже это совсем отдельная тема. Понятно. Слушай, вот такой вопрос. В чем ты видишь развитие этого движения, даже движения? Есть у тебя мысли? На самом деле у меня есть, да, есть некоторые мысли. Коротенько можешь сказать. Да, что лучше не стремиться за широтой, а лучше стремиться за глубиной. Расшифруй. Это что лучше не стремиться за массовостью, да, то есть за массовым слушателем, массовым зрителем и так далее. Лучше стремиться за людьми, которые действительно заденет вот какое-то такое глубокое творчество. Мне кажется, это вот более правильный путь, чем стараться вот идти уже всеми схожими путями, действительно, при этом как-то собирать вот достаточную аудиторию. Но мне кажется, это не то, что, так сказать, релевантно даже со дружеством. Ну, если я правильно понял вопрос. А вот именно конструктивные какие-то шаги здесь, конечно, как быстро не ответишь. Это сказал, что, что, давай, давай. Ну, их следует все-таки делать, мне кажется, очень аккуратно, вот, взвешенно. Тем более, есть такой опыт и у рулевых даже со дружества, что уже много лет, поэтому здесь, я надеюсь, не будет каких-то таких революций. Вот, но в то же время, конечно, такая... Наверное, нам не нужно революции. Да, но в то же время, естественно, надо уметь, как сказать, уметь в этом мире, и быстро ориентироваться, находить близких по духу людей. Это тоже такое вот умение хорошее. Вот, и здесь вот все-таки такой пассивности быть не должно, должна быть активность. Это сказал Максим Бузинов. Да. Спасибо тебе. Спасибо. 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 Продолжение следует...